МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Спросим прямо!» Меня зовут Булацетин Шеев. В эту студию приходят люди, у которых есть что рассказать. У меня есть что у них спросить. Сегодня на мои вопросы отвечают Козлов Сергей Юрьевич, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия и Сажидар Асамбаталова, первый заместитель, председатель общественной палаты Республики Бурятия. Уважаемые гости, я рад приветствовать вас в нашей студии. Тема нашего разговора – развитие транспорта в Республике Бурятия и предстоящий гражданский форум, на котором будут обсуждаться эта тема, несколько тем, но вот одна из тем как раз – транспорт. Сергей Юрьевич, первый вопрос к вам. Вы знаете, я бы вот хотел задать вам вопрос. В одном из интервью вы говорили о перспективах транспорта в Бурятии в 2011 году. На сайте «Байкал Медиа Консалтинг» я буквально зачитаю вашу цитату, то, что вы говорили. В будущем году, как сообщил Сергей Козлов, продолжится работа по организации логистического центра на базе грузового двора. Общий объем инвестиций в 2011 году составит 3,5 миллиарда рублей. Деньги поступили эти? Ну вот именно эти цифры в целом в транспортном отрасли были реализованы. Мы говорим про всю транспортную отрасль. То, что касается развития логистических центров, это реализация проектов совместно с российскими железными дорогами. Здесь мы видим взаимовязку именно железнодорожного вида транспорта с автомобильным видом транспорта. Ну и, соответственно, для того, чтобы взаимодействовали и как единый комплекс в нашем регионе транспортная отрасль развивалась, конечно, должны различные виды транспорта взаимодействовать и стыковаться. Тогда только в рамках реализации, будем так говорить, нашего транспортного плана в нашем регионе возможно и развитие нашего региона. Продолжая тему логистики, вот тоже так же в этом же информационном агентстве выдавали интервью и говорили, что в Бурятии будет принята единая программа по транспорту. Она была принята? Насколько она успешно работает? У нас по республике Бурятия принят транспортный план. Туда вот входят все виды транспорта, начиная с железнодорожного, автомобильного транспорта, воздушного транспорта. То есть смысл очень, в принципе, простой. То есть там, где мы реализуем и развиваем, допустим, воздушный транспорт, там, где у нас нет возможности автомобильным транспортом закрывать потребности нашего населения, там, где у нас есть социально назначимые населенные пункты, где мы не можем обеспечить автомобильным транспортом, развитие получает железнодорожный транспорт. Поэтому в взаимовязке всех видов транспорта у нас на сегодняшний день есть транспортный план Республики Бурятия. Он утвержден, мы его направили в Минтранс Российской Федерации, он проходит процедуру согласования. Мы этот транспортный план ежегодно можем корректировать, вносить изменения с учетом сложившейся ситуации в нашем регионе. И как раз в рамках нашего гражданского форума мы обсудим все виды транспорта, и имеем в взаимовязке всех видов транспорта в этом транспортном плане. Очень много аспектов нам нужно будет рассмотреть, в частности, непосредственно самого транспорта, какие виды транспорта, где будут использоваться, как будут использоваться, в том числе и создание нормативно-правовой базы, необходимой для развития транспорта. Только вот комплексным взаимодействием мы получим ожидаемый результат именно развития транспорта. — Сажда Растамовна, какие вопросы Вы поднимете на гражданском форуме касаемо транспорта? — Ну, здесь будет, конечно, много... Вообще, хотелось бы сначала начать с того, что гражданский форум объединит 13 дискуссионных площадок и 3 консультационные площадки. Пройдет ярмарка-презентация проектов НКО, и здесь, конечно, еще будут представители, приглашены представители Министерства Минэкономразвития Российской Федерации, значит, фонда Грани, то есть очень, как бы, будет хорошая поддержка, в том числе методическая, для наших НКОшников. И вот на нашей дискуссионной площадке, значит, мы будем рассматривать и вопросы электричек, как бы, продвижение хотя бы, что дальше, на каком этапе мы сейчас остановились, как проработала рабочая группа летом под руководством, значит, зампреда правительства, значит, чего мы добились, и, кроме того, ну, действительно, что будем дальше делать. Кроме того, у нас много вопросов, значит, как бы у самого и общественного совета, очень интересных, которые, я так думаю, при Минтрансе, в который я вхожу. Поэтому здесь мы будем проговаривать и состояние маршруток, и состояние, значит, как бы, вот проблематики такси в нашем, не только в городе, как бы и в муниципалитетах. И даже, возможно, уже озвучим, ну, какие-то вот новые проблемы, потому что сейчас идет много круглых столов при подготовке к этому гражданскому форуму. И появляются действительно такие проблемы, которые, в принципе, раньше как-то и не озвучили, может быть, не обращали внимания, но они тоже очень важны. Ну, и здесь вот чем, как бы, интересно площадка, вообще, каждая дискуссионная площадка, это то, что модерировать ее будут не только члены общественной палаты, председатели комиссии или члены Совета общественной палаты Республики Буряти, но и министры по направлениям, и, значит, председатели общественных советов. То есть мы вот такую связку сделали более продуктивную, я считаю, потому что в общественных советах там большой потенциал нераскрытый, которые вот общественные советы при разных ведомствах и министерствах сейчас, значит, работают. Есть очень активно работающие, есть, как бы, только начинающие, но там именно экспертный потенциал хороший. И если его сейчас аккумулировать, я так думаю, у нас действительно получится какие-то продуктивные решения, которые войдут в итоговую резолюцию гражданского форума. Сергей Ильич, ну вот гражданский форум накануне, да, он состоится, ожидается очень много вопросов. Вы готовы отвечать на острые вопросы? Вот, в частности, я бы хотел у вас спросить. Истаны ушли, ну, давным-давно уже ушли, появились альтернативные виды транспорта, да, большие вместимые автобусы. Изменилась ли ситуация в Улан-Удэ с качеством обслуживания пассажиров? Ну, давайте начнем с того, что раз затронули автомобильный транспорт, ну, мы встречались с перевозчиками, те, которые на сегодняшний день осуществляют перевозки именно автомобильные, пассажирские регулярные в перевозке. Значит, когда-то мы, когда принимали закон обновлении этого транспорта, и выставляли достаточно такие серьезные требования, чтобы транспортное средство соответствовало всем ГОСТам по безопасности дорожного движения, тогда мы столкнулись, ну, были определенные противоречия, в том числе с основным перевозчиком, что это, ну, как бы, не совсем правильно, вот здесь мы должны нагрузку дополнительную будем понести. Но, тем не менее, совместными мы тогда решениями приняли общее решение, закон этот прошел через депутатов народного хурала. На сегодняшний день мы уже, когда, уже по факту имеем обновленный транспорт, я вам должен сказать, что в нашем регионе, это один из, в этом отношении, передовых регионов, у нас возраст не более пяти лет транспорта в республике. Это очень важно, потому что в части безопасности пассажиров, а мы в первую очередь заботимся о безопасности нашего пассажира в транспорте, это безопасный транспорт, который подтвержден в соответствующие документы. И сейчас перевозчики говорят, да, правильно, мы успели в тот период, когда и возможность была, в принципе, у перевозчиков обновить свой транспорт. Очень хорошо, что мы это сделали, и сейчас мы, как бы, уже с учетом последней меняющейся в целом обстановки, ее доступности кредитов и так далее, сейчас бы уже, я думаю, что от силы была бы неподъемная эта вещь, которую мы в свое время сделали. Поэтому они отчасти благодарны, что мы в свое время именно приняли такой закон, и сейчас они работают на обновленном транспорте. А сей факт вас не удивляет, что зачастую большинство пассажиров передвигаются стоя? Тогда о какой безопасности может идти речь? Ну вот смотрите, любой автомобильный транспорт, он сертифицирован. Есть автомобильный транспорт, есть посадочные места официально, то есть, а есть места, которые стоя. Ну, условно говоря, вместимость транспорта, она не только, значит, дается в части посадочных мест. То есть, это те транспортные средства, которые в соответствии с ГОСТом, они, будем так говорить, приспособлены, в том числе для стоящих. Вот вы встанете, вы же не встанете. Ну, понятно. Да, там только сидячие места, поэтому были только сидячие. Значит, а эти автобусы, которые пришли на смену, там в том числе завод-изготовитель, соответственно, с ГОСТом предусматривает стоячие места. То есть, это в рамках той же безопасности и само транспортное средство выполнено таким образом. Там предусмотрены, значит, места, в том числе люди, которые стоя перевозятся. Это первое. Второй момент. Посмотрите те старые маршрутные такси, которые у нас ходили. Запасного выхода вообще нет. Случись какая-то ситуация, человеку просто невозможно выбраться. Даже он сидит в этом транспортном средстве, даже он отдельно сидит, отдельно посадочное место. Здесь есть запасные выходы. То есть, это опять говорит о том, что в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, человек может спастись. У него есть шанс спастись в этом транспорте. Вот. Ну, и еще ряд есть факторов, которые, ну, как бы влияют на безопасность в первую очередь человека. Поэтому, исходя из этого, конечно же, почему и мы сделали такое обновление транспорта. Заботиться в первую очередь о людях, чтобы они действительно чувствовали себя безопасностью и в чрезвычайстве возможность была такая. Я хочу вас спросить, как у представителя общественной палаты, вы пользуетесь общественным транспортом? Я постоянно передвигаюсь на общественном транспорте, пользуюсь маршрутками, пользуюсь иногда такси. И вот у меня, конечно, сейчас уже, вот думаю, если мы безопасностью, видимо, какие-то вопросы уже основные, может быть, они решены, да. Но, значит, вопрос с качеством обслуживания, с сервисом в этих маршрутках, конечно, оставляет желать лучшего. Поэтому, я так думаю, нам уже, вот как бы сказали, сделали теперь уже следующий шаг, да. Вот нужно все-таки озадачиться совместно с общественностью, тем, что грязь в салонах, это раз, да, сломанные ручки. А плату то мы в начале передаем, то мы в конце передаем, люди постоянно путаются, хотя, в принципе, это тоже можно было стандартизировать. Дальше сомнительные слоганы, допустим, реклама в этих маршрутках тоже как-то иногда напрягает, потому что сидишь, думаешь, то ли тебя оскорбили, то ли это был юмор, значит, такой шиферской, иногда не всегда понятно. Поэтому здесь, конечно, и это плюс, значит, невежливые водители, это тоже у нас присутствует, конечно, это тоже нужно менять, потому что мы все-таки себя позиционируем как туристическую республику, как, значит, все-таки территорию, пространство впечатлений. Впечатления должны быть позитивные такие, нам должно быть всем комфортно, и туристам в том числе, потому что приезжает много гостей. И вот здесь вот бренд-бук общественного транспорта, на мой взгляд, особенно столицы Бурятии, конечно, должен обладать своим стилем, каким-то национальным колоритом и вот каким-то вот очень таким интересным, позитивными моментами. Я думаю, это не очень сложно, но с другой стороны, здесь и мэрия, и муниципалитеты, как бы, куда это относится, и, наверное, тут и Минтрансу, все вместе надо что-то, как бы, что-то менять, потому что я всегда говорила, почему бы нам не сделать, допустим, какие-то конкурсы лучших водителей, например, вежливых водителей, там, тех, у которых в салонах чистота, и не награждать их бонусами, например, на автозаправках, или еще что-то вот такое придумывать, интересное, чтобы водителям, как бы, вот этих, тех, кто перевозит, они ведь действительно делают очень общественно значимое дело, у них очень нервная работа, но им тоже надо помогать. Поэтому вот тут вот с этими бонусами, конкурсами, я думаю, тут Минтрансу тоже можно было подумать совместно, смотри.